Наша телерадиокомпания совместно с РУСФОНДом продолжает акцию помощи. Сегодня ее ждет мурманчанка Саша Сергеева. У девочки тяжелое эндокринное заболевание. Состояние полигипогликемии, резкое понижение сахара в крови вызывает слабость, сильную головную боль. Живет Саша исключительно на инъекциях ежедневных. Нужна инсулиновая помпа и расходные материалы к ней. На этой фотографии я выступала при школе с хором. И это был почетный концерт. Здесь мы почти всем коллективом стоим. Саша часто пересматривает фотографии двух-трех летней давности. Тогда она еще не болела. Активная, инициативная, творческая, после уроков хор, театры, языковая школа, спорт. Все по-другому с весны прошлого года. Когда поставили диагноз, он прозвучал как приговор. Сахарный диабет первого типа, инсулинозависимый. Скучаешь, наверное, да, и по театру, и по... Ну да, тоже хочется вернуться, но никак. На жизнь вне дома теперь просто нет сил. За год четыре раза в больнице. В школе много пропусков, уже не отличница. Постоянная слабость, сильные головные боли. Совсем плохо, когда падает уровень сахара. Нередко до минимума. Начинает все расплываться в глазах, голова кружится, ноги начинают расходиться на разные стороны. А если уже прямо упустили, то есть двойка, возможно, ниже, то уже с дороги ног начинается. Инъекции инсулина колют шприцами по несколько раз в день. Врачи рекомендуют установить помпу. Она и расходные материалы к ней дорогие – 208 945 рублей. Большую часть суммы соберут читатели газеты «Коммерсанты» с сайта русфон.ру. Не хватает 74 тысяч рублей. Для помощи достаточно отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. Диабет еще ведь страшен своими осложнениями, которые развиваются не через год, но, скажем, лет через 15 или 20. И если человек плохо компенсирован, то осложнения развиваются быстрее. Лечение с помощью инсулиновой помпы позволяет минимизировать риск осложнений, скажем так. Если человеку хорошо подобрана инсулинотерапия, то риск осложнений ниже. Помпу программируют на основе данных так называемого «дневника диабета». И она уже сама контролирует уровень сахара в крови. Сегодня это делает Саша. Строгое питание, почти безуглеводное, с преобладанием в рационе овощей, круп, мяса и рыбы. Любимого сладкого, совсем чуть-чуть и то в состоянии гипогликемии. Теперь она у нас любит выпекать для всех торты, пирожные, эклеры, любимые маминой. А сама кушаешь? Нет. Она испытывает удовольствие от приготовления. Сегодня тот редкий день, когда Саша чувствует себя хорошо. Она счастлива играет с младшей сестренкой, оставив ее лишь на время введения очередной инъекции. Стоимость сообщения на короткий номер 5542 для приобретения так нужной девочки-помпы 75 рублей. Помогать стало еще проще. Вышло мобильное приложение Русфонда. Если всем вместе нам удастся собрать 74 тысячи рублей, Саша еще раз попытается вернуться в спорт. С ним болезнь переносится легче. Елена Сивонин, Алексей Набокин, Вести Мурман.